На выставке прикладного искусства, которую подготовили жители Серебрянки, представлена вся история села. В 1755 году деревенские крепостные из Поволжья, Вятска, губернии Восточной Беларуси заложили на землях графа строганно железодетельный завод, который давал стране не только металл, но и стал прародителем населенного пункта. В 19 веке работала якорная фабрика, чуть позже мебельный завод и только потом лес-промхоз. А какие рукодельницы живут здесь? Наталья Илунина мастерству вышивания и вязания крючком училась у мамы. Самая первая работа осталась в памяти навсегда. Я училась в пятом классе, не помню, сколько мне лет было. Там она у меня до сих пор, грибочек небольшой, то есть начинать с маленького надо. Ну и потом вот уже пошли вот такие вот и вот такая. Родное село любят все жители. Зал Дома культуры едва вместил всех, пришедших на праздник. Глава города Валентина Исаева вручила благодарственные письма почетным гражданам села и отметила, что жители Серебрянки – это героические люди, которые на общественных началах организовали прекрасный хор и, несмотря на все трудности, поют и улыбаются. Встретились много гостей, сбылись все наши желания, и к нам пришел любитель. Верили, 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 верили вы, что и умереть наш на стуке, и будутся наши мечты. В будние дни заниматься творчеством у того, вот нездоровье уйдет, а годы обязательно будут добавляться. Я знаю это по своей маме, моей маме 91 год, она до 88 лет пела в хоре и так же очаровательно танцевала, вот как эта великолепная женщина. Богатая история вашего села, история села началась с металлургического завода, но богатая история села еще тем, что это люди, люди, которые сегодня душу и сердце вкладывают в развитие вашего села. В территориальную единицу Серебрянки входят 4 населенных пункта – Серебрянка, Верхняя, Нижняя Остлянка и деревня Заречна. Численность населения более тысячи человек. В этом году родилось шестеро детей. Есть и долгожители, которым в этом году исполнится по 90 и 80 лет. Видно, что люди не озлоблены. Они хотят видеть свою территорию богатой, счастливой, чтобы здесь была возможность работать, здесь рождаются дети, здесь есть долгожители, и это очень приятно. Сегодня получила колоссальное удовольствие от посещения этой территории. Затем Валентина Исаева посетила социально значимые объекты. По словам мэра, проблем в селе много. Первые и самые наболевшие – дорога и водоснабжение. Но чистая вода скоро в Серебрянке появится. Водоснабжение пробурили. Вот скважину на улице Советская, 36, но на следующей неделе ее уже закончат, оборудуют. И скважину, значит, надо нам пробурить возле школы. Непростая ситуация складывается и с акушерским фельдшерским пунктом. Он до сих пор принадлежит горноуральскому городскому округу. Поэтому администрация Нижнего Тагила не имеет возможности финансировать и развивать его. Также мэр посетила школу. Там нужно отремонтировать кровлю и парадный вход. Восстановление требует и церковь. Валентина Исаева пообещала, что проблемы села постепенно будут решаться. Наталья Филимонова, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.